На фоне эпидемии коронавируса Федерация независимых профсоюзов РФИ предложила дать старт национализации в стране. Глава сей замысловатой структуры некто Михаил Шмаков направил новому премьеру Мишустину письмо, в котором так и заявил, что, дескать, пора, товарищ, раскуркулить этих буржуев – беда в стране. Своё желание исполнить волю дедушки Ленина Шмаков оправдывает тем, что проблемы российских компаний на фоне эпидемии коронавируса могут привести к тому, что массовыми станут спекулятивные сделки с единственной целью захвата предприятий. То, что национализация как бы и есть захватом предприятий, Шмаков, видимо, не считает. Что же планирует национализировать этот большевик 21 века? Для начала, товарищ Шмаков, непрочно национализировать компании, которые важны для экономики России и обеспечения социальной стабильности. Определять эти компании будет трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая будет работать при правительстве. Такая себе тройка НКВД на новый лад, которая также будет расстреливать без суда и следствия, но теперь даже не станет это оправдывать какой-то высшей целью по типу революции и тому подобного. Вы просто будете должны отдать предприятие по факту того, что Родина в опасности, если нет, к стенке. Более того, товарищ Шмаков уверяет, что новую приватизацию компаний, ставших государственной собственностью, следует запретить. Пока на год. Но мы-то с вами знаем, что там, где год, там и все 70. Впоследствии передать их в частные руки можно будет только учитывая мнение отраслевого профсоюза, который возглавляет Шмаков. Ну, в общем, вы поняли, новый пролетариат будет изъявлять свою волю, нужно ли будет отдать проклятым буржуям предприятие в собственность. Одного взгляда на этот пролетариат достаточно, чтобы понять их ответ. Еще одним забавным абзацем, в этом пока только письме премьеру РФИ, является то, что нео-большевики желают обложить налогом банковские вклады. Вменяемой ставкой для начала новые совки считают 15%. Ну, что сказать, дорогие россияне. Не знаем, планировал ли это ваш великий вождь намеренно, или это такой юмор у истории, но вам, судя по всему, готовят повтор событий столетней давности с раскуркуливанием, национализацией, гражданской войной, чего там еще, военным коммунизмом, потом дадут передохнуть при НЭПе, ну а потом все же возьмут вас серьезно за жабры, конкретно году так, 2040-му. Мелкий, лысый, пляшивый вождь к тому моменту окочурится, но на смену ему уже есть здоровый, пышущий, любовью ко всему русскому, кавказец. Это, конечно, если совсем уж проводить исторические параллели с событиями, происходившими сотню лет назад. Такого в точности может и не быть, но тенденция просто призабавная. Кстати, возвращаясь к главе этой федерации независимых профсоюзов, товарищу Шмакову, отметим, что это уже не первый его заход на попытку национализировать стратегически важные предприятия. Два года назад сей деятель просил государство выкупить акции компании «Русал», принадлежащий зашкваренному бизнесмену Олегу Дерипаске, из-за похождений которого крупнейший в мире алюминиевый конгломерат попал под санкции и потерял рынки сбыта. Уже тогда у новых большевиков были благие намерения переориентировать доходы предприятия в копилку государства. Но мы-то понимаем, что согласно предложенной стратегии этой федерации, национализированные предприятия просто попадут в руки главе этой организации, которой и курирует профсоюзы. Это, кстати, похоже не только на большевистскую модель национализации, но и на вполне мафиозную схему управлять предприятием, используя лидерство в профсоюзах. Это довольно успешно проделывал профсоюзный деятель, тесно общавшийся с Коза Ностро, Джимми Хоффа, которого мафия впоследствии и грохнула. Но в целом это не суть. Главное, что в РФИ, судя по всему, грядут такие перемены, передел сфер влияния, национализация и внутренняя распри, которые УЛУС может и не пережить. Как знать, может мир все-таки сможет наконец-то вздохнуть спокойно, без огромной страны бензоколонки. Субтитры создавал DimaTorzok